Гномики, гномики, маленькие гномики, Ходите в мой дом, я ваш добрый дом. Вокальный конкурс нового поколения «Голос» теперь и в Иванове. Проект первого канала, который собирает таланты со всей страны, стартовал в одном из торговых центров города в праздничные дни. На первый же отбор пришли 50 человек. Главное требование – природный голос, самородок, который наставники должны превратить в драгоценность. Поучаствовать могут и звезды караоке, и любители попеть в душе, и профессиональные исполнители. Полувозрастные характеристики не важны. Был такой человек, ему, если я не ошибаюсь, 57 лет, то есть уже достаточно такой преклонный возраст, к 60 годам исполнял «Муслима Магаваева», «Море». Это было очень здорово. То есть у нас совершенно нет ограничений. Изначально хотели сделать взрослый голос, но потом зарегистрировалось много детей и решили дать им тоже возможность выступить. Конкурсантов разделили на две группы – старшую, от 15 лет, и младшую, от 7. Репертуар участники выбирают сами. Члены жюри, как и в столичном аналоге, исполнители не видят, а только слышат. Если понравился голос – поворачиваются. Мы ценим непосредственно сам голос. Люди могут участвовать как и профессионалы, так и непрофессионалы. Самое главное, чтобы это было спето чисто, качественно. А наши наставники, которые являются лучшими музыкантами нашего города, естественно, это оценят по достоинству. Девятиклассница Арина к сцене привыкла. Профессионально занимается вокалом в студии «А плюс Б». На конкурс пришла, чтобы открыть в своем таланте новые грани. Уже каким-то внутренним чуть-чуть чувствовал, что будет здорово. У меня нюк на хорошую лирику, поверьте. И прозвучало все очень достойно, самое главное, с чувством. Ну и показали неплохие свои вокальные данные. На звуки чарующего голоса Арины повернулись все члены жюри. Ну, если честно, для себя. Ну, то есть мне хотелось ради удовольствия спеть. И еще у меня бабушка любит, ну, все время меня на конкурсы разные совать. И, в принципе, для будущего, ну, чтобы опыт. Вот, это самое главное для меня. Я сначала очень сильно боялась, а потом вышла. Да и вроде все было хорошо. Когда все повернулись, я просто была в шоке. В первом этапе, так называемом слепом прослушивании, наставники отобрали по 10 взрослых и по 5 детей в своей команде. Отбор был достаточно жестким. Многим приходилось отказывать. Этот тур для участников только начало испытаний. После того, как проходит слепое прослушивание, мы собираемся, то есть это небольшими группами, в течение определенного времени корректируем репертуар, подбираем произведения, которые наиболее подходят по тембру голоса, по способностям каждого из участников. Ну, и далее движемся вперед. Творческие поединки команды будут проходить еженедельно в воскресенье. Каждый будет заканчиваться вокальным нокаутом. В финал пройдут лишь лучшие. Победителей Ивановского голоса мы узнаем 14 февраля. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.